Валентин Рузанов. Откуда я? Зачем я здесь? Куда я иду? 2.0. Мемуары инопланетянина. Моей музе Бригитте Никитиной. And the end thereof, neither the place thereof, nor the torment no man knows. Doctrine and Covenants. 76.45. Долгий день, палящее солнце и желтый песок. Я очень устал. Очень. Это был долгий путь, и обратной дороги уже нет. Через час или полтора я буду в колонии, и все будет хорошо. И со мной, и с колонией, и с теми, ради которых я шел. Конечно же, все будет хорошо, ведь мы не зря выбрали самого сильного, того, кто сможет все преодолеть и спасти тех, кто остается на базе и обречен только ждать. Подождать. Вот что мне надо сейчас сделать. И если родник безопасен, то я утолю жажду. Желтые глаза ищут, и, не найдя ничего, закрываются и открываются снова. Песок в глазах делает меня зорче, но если я не найду безопасный подход к роднику, это может быть опасно. Мне нужна вода. Я не могу без воды. Может, попробовать найти ее здесь поблизости, в песке? А что, ветераны рассказывали, что и такое случалось. Все, что мне нужно, это одна молекула. Два водорода, один кислород. Два водорода, один кислород. Два водорода... Красный язык высовывается из пасти. Рецепторы медленно зеленеют и покрываются пленкой. Один кислород. Мне нужна всего лишь одна молекула, иначе два водорода, один кислород. Черный нос делает несколько судорожных вдохов, глаза округляются, иначе я не найду направления. Прыжок! В агонии прячу голову в песок, чтобы не чувствовать боль. Закрыто. — Где вы написали это? Парнишка хлопнул меня по плечу и расправил свою улыбку. Я замялся, но еще оборачиваясь, приметив неплохой бар, решил не выдавать себя. — Я? Постояв раздумьи, парень достал маленькую книжицу. Переворачивая одну страницу за другой, начал читать вслух. — А вы, собственно, кто? — Дьявол! Парень с треском захлопнул книжицу. — И что вы тут ищете? Парень снова уставился на книгу. — Тут написано... Мало ли чего там написано, но приехать в незнакомый город, надеть галстук и в таком виде выйти на улицу — это уж слишком. — Вы меня слушаете? — Слушаю, слушаю. — Да еще и дорогу к бару ищу. — А как вы это понимаете? — Вы обиделись. Она не пришла. Парень с книжицей, глаза янтаря. Гиперссылка сны. YouTube.b.wr3opqymyfs И равно МВ квадрат, деленное на два. Итак, первого числа месяца, собрав все необходимое, отправляюсь в путь. Выходя из дома, выключаю телефон и спотыкаюсь о мраморный камешек. Здесь покои. Повертев камешек в руках, легкомысленно бросаю его в рюкзак. Намерения мои самые серьезные. — Ждете кого-нибудь? Вынув из кармана пятак, кидаю его в рекламный стенд. — Дай погадаю. Протягиваю руку, улыбаюсь хорошему настроению. — Твой пояс, цыган. — Наис. Спасибо. Гиперссылка. Вишня. YouTube.b.wlbiayp1p4s Зомби. После крушения выбираюсь из вагона. Ничего не видно. Тыкаюсь головой о какую-то дощечку. Район Z. Уловив неприятный запах, осматриваю окрестности. Завод H2O. Река. Набив рюкзак лежащим под ногами гравием, забираюсь на второй этаж отдохнуть. От полудремы меня пробуждают звуки метро. Следующая станция — парк культуры. И отдыха. Горланью я рассыпаю на бегу драгоценный гравий. Гиперссылка digger. YouTube.b.jn75cqjsrbs Беспилотник Если никто ничего не имеет заявить, то мы можем приступить к заключению брачного союза. Пусть поцелуются сначала. Нет уж пусть сначала распишутся. Понаблюдав за собравшимися некоторое время, выхожу из здания и велю кучеру вести меня к сужиной. «Знаю такую дорогу», — оживает кучер. «Правда?» Атош! Кони взвелись. Я еще хотел добавить «вези быстрее», но меня дернуло с такой силой, что я едва успел ухватить свой рюкзак. Пролетая мимо лавки и с незнакомой вывеской, я с трудом сумел донести до кучера, что нам обязательно здесь нужно остановиться. Несколько слов о происходящем. После неожиданной встречи начинающий писатель отправляется в путешествие. Движимые воспоминаниями он покидает родной дом, пробуя вернуть утраченные и приобрести непознанные. Время ускоренное. Культура — киберстим. Одежда — фарточная и пифагорова. Мораль — прочерк. Золотая шпора. Суббота, 6 часов вечера. Алло! Мы бы хотели с тобой встретиться. С тобой одним. Ресторан «Золотая спора». Шпора. Золотая шпора. Севен пиэм. Окей? Неторопливо досматриваю нотные буклеты и выхожу из музыкального магазина. Декабрьский снег на лице. Дворники авто на светофоре. Пешеходный переход. Полчаса дороги через центр города. И я с риском для жизни перебегаю дорогу перед шпорой. На скамейке у входа в ресторан две замерзшие фигуры. Хеллоу! Здравствуйте. Вы рановато, однако. Мы любим такую погоду. Ты тоже рано. Я просто гулял поблизости. Под звуки электроджаза заходим в ресторан, в котором я не был лет тридцать. Тогда это была просто кафешка, завлекающая молодежь демонстрации японских мультфильмов на только появившихся видеопроигрывателях. Что ты будешь заказывать? Я веган. По каким причинам? По этическим. Американцы, не подав виду, тоже заказывают вегетарианское. Борщ, жареную картошку, салат и воду. Ты ведешь здоровый образ жизни. Разве ты не хочешь бросить курить? Не хочу. Тебя все устраивает? Да. Ты когда-нибудь любил? Два раза. Первая вышла за другого, все контакты со второй потеряны. Well, you'll have to look better. Смотри лучше. Еще полчаса неспешной беседы, и даже соседние столики узнают о моей мечте юности. Играть джаз в Нью-Йорке, отсутствие русскоязычных пособий в то время и об интересе к английскому. Мой самозабвенный рассказ на беглом английском прерывается неожиданной репликой одного из американцев. Good evening. Следуя взгляды иностранца, оборачиваюсь. Вижу горящие глаза двадцатилетней официантки, незаметно стоящей за моей спиной. Такие глаза бывают у слушателей, когда исполняешь виртуозные пассажи во время импровизации. Good evening. Официантка несколько смущенна и с легкой улыбкой на лице наблюдает, как я с открытым ртом снова перевожу взгляд на американцев. You have to look better, кивают они. Гиперссылка декабрь. YouTube.b qzbv8lmxsnc Ночь. Погруженный в нелегкие думы, шагаю по автостраде. Этот бетонный монстр был специально построен последним ухажером принцессы для быстрой езды и частых свиданий с ней. Но, по мнению местных жителей, самый короткий путь в княжество железный, и многие, как и я, выбирали именно эту дорогу. «Эй, это мое полотно!» Длиннющая, тощая девушка в кожанке преградила мой путь. «Там дальше развилка, может, и разойдемся. Рельсы только две, зато шпал много. Аж литовишку не супранту, я не понимаю по-литовски, а я ее очень хорошо понимаю». Гиперссылка Raspberry, vimeo.com, 150 312 577. Собака на сене. Дойдя до развилки, мне совсем не хотелось идти окольной дорогой, и я предложил. «Холодно? Может, заночуем вместе?» «На голой выжженной траве? У нас нет даже одеяла?» «Стагу сена тебя устроит, вон один на пригорке». «Хорошо, но только одну ночь, тут где-то граница рядом». Забравшись на пригорок, мы устроились в стагу. Спать мне не хотелось, и я пододвинулся ближе к девушке, почти вплотную. «Еще рано, мне пока не холодно», — отстранила она меня рукой. «Какая у тебя любимая группа?» «Айси». «Да ты что, моя тоже?» Фраза была произнесена на языке княжества, и девушка удивленно спросила. «Ты знаешь этот язык?» «Понимаю кое-что. Тогда нам будет легче». «Нам?» «Ты же сказал, что только один раз. Мне с тобой не холодно». «Хорошо, я спать». Во сне мне приснился кошмар. Я дрался с каким-то верзилой, но он оказался слабаком и быстро сдался. Затем, после небольшой паузы, судья на ринге, неестественно растягивая слова, объявил. «Леди и джентльмены, а сейчас необычный матч. На ринге несравненная фиалка». Комментатор подогревал толпу, делая длинные паузы. «И очаровательная ромашка!» «Схема ААБА. Победитель забирает все!» На сцену вышли две с ног сшибательные красотки. Поулыбались, скинули нижние и начали колотить меня. Схема у них была отработанная. «Ромашка», сделав захват сзади, пыталась достать зубами мое ухо, а фиалка, стоя спереди, то и дело поправляла свои очки и, наконец, рассчитав траекторию удара, шлепалась на колени и больно кусала меня. После второго раунда я, изможденный, плюхнулся на стул и чуть не онемел от удивления. На ринг выскочила моя дорогая матушка со шваброй и стала умолять меня, рыдая. «Сынок, я забыла, что такое схема ААБА. Прости, господи!» «В частях АА применяют наработанные схемы, часть Б состоит из одних импровизаций», — грянул гонг. Девчонки из настоящего джаза били меня головой в живот, таскали за волосы и, наконец, изможденного и побежденного стали поливать блендом фиалка-ромашка от фирмы «Шанель». «Мамочка, дорогая!» — кричал я, — «пусть бросят белое полотенце!» «Не могут!» — отвечала мамочка. «Забыли его постирать!» «Ну, хоть пылюку-то протерли!» «Уже в бреду вопрошал я!» «Тут нет пыли!» «Тут сено!» — отвечал спокойный голос девушки в кожанке. «Сено, солома, сено, солома!» «Метался я то влево, то вправо, отражая воображаемые удары соперниц!» «Прижмись ко мне!» — прошептала девушка. «И слушай!» Гиперссылка «It takes five to make me a live» vimeo.com 163-466 Без мышей. «F10 и сок, пожалуйста!» «Твит дня будете?» «А что у вас сегодня?» «Клавиша Windows?» «Да, конечно!» Официантка с улыбкой «Alt F4» записную книжечку и стрелками курсора направилась в BIOS. Через 0002-3601 на моем столике появился Джуси Фрут и, пристегнув компактную клавиатуру, я принялся за работу. Мороз за окном давал себя знать и, перезагрузившись несколько раз, я подошел к бармену. «У вас топят?» «Да, только сейчас разгоняли!» «Прям не знаю, что и делать!» «Шифт-эск, шифт-эск, шифт-эск» ухмыльнулся бармен. «Как ваша контора хоть называется?» «Спейс-бар» «Космический бар?» «Нет, клавиша пробела» «И кто тут у вас главный пробел?» «Громозека!» «Но он сейчас в бане!» «Вирус подхватил» опять ухмыльнулся бармен. Вернувшись за свой столик и оживив экран левой клавишей Ctrl я уставился на фотографию какого-то романа Декки. Какой ужас! Все тело этого парня было покрыто чем-то, что очень напоминало что-то очень похожее на банный лист в большом количестве. Из его ушей исходил пар, и он жевал что-то... Что это? Я нажал пробел, чтобы сместить экран вниз, надпись на фото гласила «Веник — средство от вирусов». «У вас нет кремниевой зажигалки?» Напугал меня, раздавшийся в самое ухо, голос официантки на курсорах. «Зачем вам?» «Высечь?» «Кого высечь?» «Фии-беди Сэмщик!» — скривила губы официантка и с грохотом шлепнула о мою клавиатуру блюдо дня. Терпкий запах уксуса пахнул мне в нос, и, позабыв обо всем, я с удовольствием начал поглощать мышиные хвосты. Насладившись щупальцами и щелкнув пару раз пальцами бармену, я заорал — «Ф9 на всю катушку! И поставьте что-нибудь соответствующее!» Через полчаса действа, насытившийся и подобревший, я подошел к стойке, где крутился какой-то юнец в очках. — А все-таки хорошо у них здесь, хоть и холодно! — крякнул я. — Да, холодно. И мыши все на холодец пошли. — А зачем тебе мыши? Свалить отсюда никак не могу. — Серьезно? — юнец ткнул пальцем в фирменную клавишу. Я сразу же нажал эскейп. — Не так быстро, Кидди! — проходившая мимо официантка зевнула и постучала по стойке. — Леша, хватит мыть стаканы! Заспанная голова бармена высунулась из-под стойки и посетовала. — Бумага закончилась, а то я бы уже давно протокол составил. — Я сейчас сбегаю, а ты смотри за ними в оба! Курсоры затюкали по бетону, затем по лестнице, по обледеневшей мостовой, стихли. Затем снова затюкали, удаляясь, но как-то неровно, не в такт. — У нее каблук сломался! — хихикнул Кидди. — Какой? — левый! — Тогда быстро, Windows-курсор вправо, Enter. Но там еще будет диалог о закрытии программ при выходе. Ты знаешь волшебное слово? — Пожалуйста! — улыбнулся Кидди. Выбравшись из бара, Кидди поблагодарил меня и сунул мне свою визитку. Зы Прохоров. — Лягушка, — представился я. — А почему пи-эс? Кидди молчал. — Ну что ж, пи-эс так пи-эс. Раздался грозный рык, и из-за угла выскочил огромный пес. Голова пса была повернута на бок, и, подбежав к нам, он со скрежетом затормозил. Двадцать девятого года выпуска! Кидди похлопал пса по спиде. — Дай лапу! Пес вильнул хвостом и поднял лапу только наполовину. Тут далеко до терминала. Квартала три. Кидди закрыл глаза. Я тоже. Пес жалобно заскулил, и уже через несколько секунд Кидди, я и пес засовывали себя в терминал. После часа блуждания по электросетям мы все-таки нашли ветлечебницу и, купив все необходимое, отправились в горницу. Посвященные лишь знают, что любовь по проводам электронно обтекает терпко-крепко, как огдам. Сигарета серым дымом, лист бумаги, карандаш, разноцветная наколка, вечер, горница, кураж. — Гиперссылка в баре. — Soundcloud.com slash valentineruzanov slash 8z38 sbmoyqmf Музыкальный автомат — Лаборант Прохоров. — Угу, вот тебе пробирка. Ты знаешь, что делать? — Я у вас первый день. — Неважно. Марья Ивановна перевела дух и, перезагрузившись, продолжила. — Значит так, берешь пробирку и... — Это я знаю, — перебил Прохоров, покраснев. — Тогда чего ж ты? — Я не знаю, как ее потом в компьютер. — А, так бы сразу и сказал. Марья Ивановна посмотрела неморгающими глазами настоящего с открытым ртом Прохорова. Ее глаза источали запах свинца, провода были оголены и перепутаны, контакты покрыты крошащейся канифолью и плохо зачищены. Прохорову стало дурно. — Ты чего, миленький? Прохоров присел на что-то, раздался хруст, и его сознание соскочило, как иголка граммофона. Кто-то жалобно играл на скрипке, звенел мелочью и щелкал кнопками. — Прохоров! Черная туча, напоминающая Марию Иванну, устрашающе нависла над головой лаборанта. — Это мой последний день здесь, — пролепетал, отодвигаясь подальше Прохоров. — Надеюсь, — грянула туча и пододвинулась ближе. Прохорову стало страшно. Хаотично переключая тумблеры, Прохоров все-таки передал управление вспомогательному процессору и открыл глаза. Марья Ивановна сидела на полу, рыдая. Он ведь такой миленький был, такой хорошенький. Уголок программиста. Прохоров Зы. Привет, ребят. Речь сегодня пойдет о DLL. Что это за зверь? Это Dynamic Link Library. Заглянем в Google. A Dynamic Link Library is a collection of small programs, any of which can be called when needed by a larger program that is running in the computer. Предположим, вы решили переплюнуть Windows. Что вы делаете? Правильно. Вы открываете форточку, высовываетесь, смотрите по сторонам в поисках жертвы, хихикаете, задумаетесь. F1. Твои конечности в бесконечном танце, глоток вечности в школьном ранце. Наверное, мы первые в этой части вселенной мечтаем константами о переменной. Было теплое осеннее утро. Маленькая девочка сидела на пороге дома и смотрела на дорогу. Завидев приближающуюся машину, девочка встала и подошла к проезжей части. Когда машина приблизилась уже настолько, что переходить дорогу было бы опасно, девочка, глядя вперед и не глядя на машину, стала переходить дорогу. Машина пронеслась мимо, чуть не задев ее. Девочка с гордостью посмотрела на водителя машины и вернулась к дому. Открыла новенький ноутбук и бережно провела пальцами по белым клавишам. F1. Нащупав рукой, лежащий рядом технический паспорт завороженно посмотрела на экран. Microsoft Corporation. Буквы на черном экране погасли и появился синий. Велкомия. Заметив маленький значок, она сощурилась. Трасх-бин. Изучив техпаспорт, она еще раз внимательно посмотрела на клавиатуру. Больше всего ей понравились четыре клавиши-стрелки. Осторожно нажав каждую из них, она случайно задела тачпад. А это что за стрелочка? Из обрывка газеты «Новости Мещеры». На следующий день, переходя в ветхий деревянный мост, она провалилась и упала в воду. Находившийся поблизости тракторист услышал невнятные крики. «Фи-оне! Фи-оне!» Сейчас девочка находится в местном госпитале в некритическом состоянии. Единственное, что удалось выяснить, ее имя — Фиона. Секретный кот. 48-565. What is that? R-8565. Big smile. We changed for mathematics. Big smile. No. It is your secret code. Big smile. 632. Didn't catch it. Sorry, I am slow. Big smile. Y-32. 1. Big, big smile. Е-2. Хм, Фиона пожала плечами и открыла гугл-переводчик. Что это, мы перешли на математику? Нет. Это твой секретный код? Извини, я сегодня плохо соображаю. Поразмыслив, Фиона прикоснулась к клавиатуре. 8, 99, 43, 697. Поисковик выдал как раз то, что она искала, и, перейдя по ссылке answers.yahoo.com. Слэш, квэшнс, слэш, индекс, знак вопроса, QID, равно 20, 11, 09, 20, 13, 01, 41, AA, 6A, GQT. Фиона снова пожала плечами. Кто же такой этот стюарт? Снова открыв переводчик, Фиона прочла. 4 часа. Ноябрь, темная осенняя ночь. Я сидел дома перед окном, слушая радио. Если посмотреть в мое окно, то можно увидеть железную крышу над входом на высоте 3 метров. Неожиданно я заметил пушистый комок, падающий с железной крыши на стоящий под окном автомобиль. Бум! Вию-вию! Сработала охранная сигнализация. На следующую ночь в то же самое время я услышал те же самые звуки. И на третью ночь опять Фанни Кретт. Вверх тормашками. Ваше имя? Крок, Крок Вайру. Ранг? Подполковник. Миссия? Невыполнима. Рассмеялся седой парень 35 лет. Возраст? Не знаю. Допрашивающий развернул стул на колесиках и схватил черную сковородку. Вам знаком этот предмет? Средство защиты, я полагаю. Допрашивающий икнул и продолжил вкратчивым голосом. Что вы делали в пятницу вечером с восьми до одиннадцати? Перечитывал Жванецкого. Весь вечер? Крок поморщился, закрыл глаза и, вспоминая тот злополучный вечер, продолжил. Дидос атака. Место, откуда производилась атака? Внимание допрашивающего привлекли серые глаза Крока, которые то потухали, то загорались каким-то неземным светом. Кошачий приют. Тип атаки. Кольцо. Крок, в отчаянии, обхватил свою голову руками и, почти рыдая, затараторил. Я установил начальную точку, но она постепенно смещается вперед. Конечной точки не существует. Это ведь кольцо, второе кольцо, действует симметрично, но с отрицательным коэффициентом. Нет точки начала, но есть конечная точка, которая... И давно у вас эти два кольца, допрашивающий с неподдельным интересом наблюдал за Кроком, который шарил по всем своим карманам в надежде найти что-то. С тех самых пор Крок запнулся, поправил галстук и холодно продолжил. У вас имеется огнестрельное оружие. Вот пистолет ТТ. Допрашивающий достал оружие и положил его перед Кроком. Крок встал и резко крутанул дуло пистолета. Когда он остановится, вам все станет ясно. За окном полицейского отделения уже светало. Небольшая комната, два стула и стол. Свет горящей настольной лампы и стоящий на ребре пистолет. В янтарных глазах допрашивающего немой вопрос. Стюарт! Свидание. Фиона осмотрела площадь и, подойдя к окошечку, юркнула под прилавок. Проходящие мимо не обращали на нее никакого внимания, и кто-то даже залез под столик, рассыпав в попыхах все шахматы. Грюндик. Нет, Геккельбекер. Точно, Геккельбекер. Приглядевшись к диоксисту, Фиона сначала передумала, но потом призналась себе. От судьбы не убежишь. Потом подправим. Вин плюс ар, СМД, пинг 127-001. Шлепнула энтер и замерла. Геккельбекер. Геккельбекер. Точно, Геккельбекер. Кто такой Геккельбекер? Шахматист. Диоксист перевернулся сбоку-набок, поморщился и заморгал. Ты кто? Что? Развернув от негодования стул к монитору, Фиона прижалась к нему и тихо произнесла. Вам пришло четыре пакета. Только два. А я говорю, четыре. Мне не хватит мощности. Я постараюсь. Месть. Черт Вильзевул сидел в своей камере и сосредоточенно пытался не двигаться. Любое движение могло стоить ему жизни, а то и двух. Вспоминался дом, некошенная луга и заснеженные лепестками цветов поляны. Запах сена и глаза любимый, дорога на завод и состязание по вечерам с друзьями в Тетрис. Первая подпрограмма и последняя строчка кода — строчка, стоившая ему свободы. Строчка беда. Вперевшись в миндалевидные глаза соперника, не моргая и без капли сожаления, Вильзевул считал капли, биты, которые отсчитывала громадная шестеренка, разделяющая камеры. Сколько их, одному богу известно. Но в этой тюрьме на задворках цивилизации не до шуток. Вильзевул считал и считал, не сбиваясь. Вот мысль придет, тогда узнаешь, что ты поэта обижаешь. Вильзевул писал стихи и был довольно-таки неплох на этом поприще, но больше всего он любил кот, бинарный кот. Соперник тоже неплохо в этом разбирался, но, похоже, подустал и бубнил что-то свое по ту сторону. Его громадное мускулистое тело фиолетового цвета переливалось и играло мускулами. Миндалевидные глаза не моргали, но губы... губы были слабоваты. И Вильзевул приложил усилия, чтобы сдержать улыбку. Хоть люблю тебя давно, крыша едет все равно. Чертей в этой тюрьме полно, по одному или двое в камере. Координаты тюрьмы неизвестны. Затеряно в дебрях космоса. Такие строчки увидел когда-то в земной газете Вильзевул. Увидел и не смог успокоиться. Фотографии прилагались. Инстинкт милосердия в тогда еще двадцатилетнем парнишке взял верх, и он громко заявил. Так нельзя поступать с чертьми. Щелк. Ось шестеренки вошла в пас. Биты закапали быстрее, и Вильзевул закрыл глаза. Все. Конец. В глазах Юджин заиграл веселый Джин. После газеты он написал код. Тот самый код, которым теперь ссылают чертей в эту самую тюрьму. В то время Вильзевул был уверен, что он сможет и должен взломать ее. Миндальный запах наполнил камеру. Вильзевул приготовился. Сижу в коморке и тоскую. Зачем я полюбил такую? Прошло некоторое системное время. Прошло некоторое системное время. Прошло некоторое системное время. Разбирая останки Миндалевидного и произнося как мантру последние строчки своего кода, Вильзевул обнаружил странную вещь в соседней камере. Медальон. Недопустимая роскошь здесь. Тогда, в далеком 2015 году, перед тем, как запустить исполняемый файл этого самого кода, он подарил своей возлюбленной экспромт, начерканный на клочке мыло. «Нету в небе месяца. Выйти, чтоль, повеситься?» Счистив пыль с медальона и разглядев на нем знакомые очертания, Вильзевул произнес последние такты мантры и, обессилевший, повалился наземь. Янтарные глаза Роганы, невесты Вильзевула. Вечер, темно, валит снег. Крок возвращается домой по ледяной безлюдной дороге. Впереди виднеется вся увешанная сумками фигурка женщины. Его внимание привлекают завывающие звуки электрогитары, раздающиеся из ее мобильника. Большой экран сотового освещает ее лицо, волосы распущены, в руке свободное от телефона несколько сумок. На вид ей лет сорок. Кроме них на темной дороге посреди девятиэтажек никого нет. Фиона, Стюарт, ты пойдешь за меня? Что? Ты ревнуешь меня? Где? Ты же любишь меня. Кто? Так и будем всю жизнь. Две. Ранчо. Не помню, какой год это был, да и не до лета исчисления было мне уже тогда. В городе, в котором я жил, появились объявления «Ищу подходящее жилье». Заложив свой последний носовой платок в ломбард, я отправился на ранчо. Оглядев угодья, я выключил мотор и склонил голову. Как давно я здесь не был. Вернусь ли сюда опять? Вернувшись в город, набираю номер. Автоответчик. Оставляю адрес, вспоминаю ее голос. Через месяц снова звоню. Автоответчик молчит. Снега, упавшие в долину, коню запорошили гриву. И вот уж зимний вечер первый прошел с тобою, друг мой верный. Не знаю, где и с кем я буду. Пройдут года, и вновь в метель я замороженную сбрую, приехав, брошу на плетень. Кто одинок, тот знает меру в любви, и в жизни, и в стихах. Писать не буду рифм вам серых. Взлетают чепчики. Ах, ах. Дожив до 69 лет, Валентин Александрович умер от рака в деревне Захолустого Мещерской области в компании своей любимой собаки по кличке Прыжок. Бригитта родила тройню и, переехав в Шауляй, прожила счастливо не одну дюжину лет. Стюарт и Фиона поженились только в следующей жизни. Но Акидди, на котором красовались три непонятных иероглифа, был уволен и отправлен в музей криптографии для уточнения их значения. Я не хочу думать о тебе. Я просто хочу написать стихи. Изгибы букв напоминают твою улыбку. Белый снег на бумаге. Грустные-грустные черточки, как актеры, играющие тебя и меня. Каждая строчка — вдох. Каждая рифма — выдох. Я хочу очаровать тебя, говоря на незнакомом тебе языке. Язык прикасается к небу, произнося звук «л». И ты переспрашиваешь любовь. Субтитры создавал DimaTorzok